Вы знаете, я хочу обратиться к Владимиру Зеленскому, его команде и вообще всем тем высшим органам и высшим чинам, кто вершат судьбы нашей страны. Пожалуйста, я очень прошу вас обратить внимание на детские поликлиники, детские стационарные больницы и если это возможно, улучшить качество этих больниц, качество нахождения там, условия, квалифицированные специалисты, их нормальное финансирование, обеспечение, оплата. Господи, все, что нужно от меня, я готова помочь. Давать бесплатные мастер-классы, приезжать, устраивать какие-то флешмобы, делать какие-то... В целом, вы знаете, вчера, имея деньги, имея какую-то медийность, известность, уважение и все остальное, Ну, просто вчера я почувствовала себя настолько беспомощным человеком в нашей стране, что не едет скорая, не хотят принимать в больницах и... И неважно, ну, ладно, взрослые, полбеды, господи, да сдохну я и как бы и все, и нормально. Ну, детям. Как можно объяснить 11-месячному ребенку, что скорая не едет, потому что это не такой важный случай, и это не так важно. Из-за этого к тебе не едет скорая, или из-за этого тебя не принимают в больнице, потому что у тебя не такой критичный случай. Я всю жизнь гордилась, что я родилась в Украине, знаете, я честно работала, я до сих пор честно и тяжело работаю, я плачу налоги, я никого никогда не обманываю, и никому в жизни никогда не давала взятки, но мне кажется, просто мы заслуживаем уважения к себе, хорошего отношения и качественного лечения, хотя бы для наших детей, на взрослых уже плевать, это всему так понятно, но давайте просто постараемся вырастить нормальное, молодое поколение, чтобы они гордились тем, что они живут в нашей стране и хотели остаться в нашей стране.